Так, ну что, друзья, давайте я вам расскажу про эту самую крутую штуку, которая меня увлекла на несколько часов, да и до сих пор продолжает увлекать. В общем, называется она FastMoss. Вот, сайт, приложение, то есть как угодно это можно назвать. Давайте вкратце расскажу вообще, что тут есть и как это работает. Ну, во-первых, если вы перейдете, да, будет ссылка, если вы перейдете по ссылке и зарегистрируетесь, у вас будет две недели бесплатного пробного периода. Если вы просто зайдете напрямую, у вас этого периода не будет, вы единственное, что можете сделать, это за 5 долларов купить пробный период на 7 дней. Вот, это, по-моему, единственное, что там можно будет сделать так. Вот, так, ну, название, поисковик, какая-то старая версия непонятная, прайс, давайте посмотрим, какой будет прайс. Когда вы только заходите, у вас цены, ну, при первой оплате будет меньше, чем показывается сейчас. Это типа у них такая там акция, замануха. И тут показываются цены на месяц, вот, а у вас будет показываться на неделю. То есть можно купить пробный период на неделю. Но еще раз говорю, что если вы перейдете по ссылке, то, соответственно, у вас будет две недели бесплатного вообще периода. Но, смотрите, у них не совсем гладко это работает. То есть я, когда перешел по ссылке, то есть я, ну, с другого аккаунта и зарегистрировался, у меня не было этого бесплатного периода. Что я сделал? Я вот на эту почту, вот она, вот на эту почту написал им письмо, сбросил ссылку и написал, что нам обещали по этой ссылке две недели бесплатного периода. Да, их нету, типа, как быть. Вот. И они мне в течение часа ответили, что в течение часа еще одного они все наладят, все сделают. Прошло, наверное, минут 30, они все сделали. То есть и все работает. То есть две недели бесплатного периода. Две недели это более чем достаточно. Можно даже не только ознакомиться, но и поработать даже. Итак, да, прайс. Прайс, ну, я уже открывал. Что тут у нас входит в прайс? Можно купить на месяц, на полгода и на год. Есть 59, 109 и 399. В чем разница? Сейчас расскажу. В чем разница? То есть когда вы покупаете вот этот вот базовый тариф, у вас будет история продуктов за 28 дней. Если вы покупаете вот это за 109, у вас будет история продуктов за 300 дней. Да, и тут, то есть полная будет история продуктов. Плюс ограничения в количестве поисков и просмотров товара. То есть тут можно 100 раз в день. То есть посмотреть здесь, сколько тут? Так, это 90. Здесь 500 раз в день. То есть, ну и так далее, и так далее. То есть это почитайте, посмотрите. Вот, в принципе, да, когда вот две недели пробный период, он вот идет базовый. То есть, в принципе, базового периода мне вполне достаточно. Ну, может быть, если вы работаете не на себя, а, например, вы агентство, и вам реально надо много смотреть информации, то, возможно, вот этот период плюс. Тут еще можно, типа, еще один субсчет подключить. Возможно, вам и вот этот вот тоже подойдет. Но это вы сами почитайте, посмотрите. Так, здесь что у нас? Тут еще личный кабинет. Там ничего интересного нету. И здесь язык. Так, здесь вот страны, где мы работаем. Но мы работаем в США, поэтому мы оставляем в США. Да, и это вот стартовая страница. Да, на стартовой странице здесь вот есть всякие рекомендации. Рейтинг по доходам, то есть, какие товары лучше всего продаются. То есть, тут прям можно все это посмотреть. Ранг заказов. То есть, также это можно саморекламировать, да. Товары, которые лучше всего и больше всего рекламируются. Вот, тоже все есть. Так, но это тоже не очень интересно. Рейтинг этих, ну, блогеров, назовем их так. Да, тут они называются создателей. Вот, тоже, да, можно посмотреть блогеров. Можно им написать, можно посмотреть их страницы. Все это тут представлено. Рейтинг магазинов. Ну, и всякие объявления тут. Ну, это такая стартовая страница. В принципе, тут ничего такого особо полезного нету. Вот здесь вот сверху это дублируется. То, что вот здесь вот, вот, то есть, реклама. Создатели магазина, а нет, вот, создатели продукты. То есть, это просто повторяющиеся. Так, теперь давайте я расскажу, что же меня здесь увлекло и как я с этим работал. То есть, ну, первое, лайвы. Лайвы, вообще, могу сказать, на ТикТоке, ну, по крайней мере, с теми товарами, которые я работал, работаю и смотрю. Лайвы, ну, так себе работают, поэтому лайвы мне не особо интересно. Мне интересно продукты. Смотрите, на данный момент продавцы на ТикТоке делятся на две категории. Первая категория, это, к которой отношусь я, у которого есть какие-то товары на препе, потому что я продаю на Амазоне. То есть, у меня есть товар уже в США. И мне, собственно говоря, его надо продать, надо распродать. То есть, я не ищу товары, я их не выбираю. Я продаю то, что есть. И другие продавцы, это которые, скажем так, либо новые продавцы, либо которые, ну, начинают работать по-новому. То есть, они ищут товары, которые хорошо продаются на ТикТоке и будут привозить их. Давайте мы сейчас рассмотрим два варианта работы с этой программкой. Вот, например, продукты. Сначала мы пойдем по первому варианту. То есть, у меня есть резинки для льда, которые мне надо, собственно говоря, продать. Что мне для этого надо сделать? Мне надо посмотреть вообще, насколько конкурентна эта ниша вообще. То есть, продаются или не продаются эти резинки. Какое количество продаж, сколько конкурентов и так далее. То есть, я копирую название, вставляю вот сюда. Да, здесь можно еще по категориям поиграться. То есть, посмотреть. Ну, в принципе, я выбираю обычно, когда у меня конкретный товар, я выбираю, что все категории. Вот, так, все категории. Ну, и нажимаем поиск. И вот, собственно говоря, он выдает все товары, которые продаются на ТикТоке, связанные, ну, похожие на мой товар. Это вот такие вот формочки. Ну, тут квадратные, у меня они. То есть, вот мой основной конкурент, скажем так. Это, ну, почти конкурент, похожий товар. Вот, но принцип тот же самый. То есть, вот эти вот кругляшечки в резиновой формочке их делают. Вот, то есть, это мои, можно сказать, основные конкуренты. Так, тут вот есть магазины, которые их продают. Тут вот мы можем посмотреть, какая комиссия. Какая комиссия. То есть, они выставляют. То есть, мы можем знать, это такая подсказка, какую комиссию тоже нам ставить. Единственное, что вот на этой странице неудобно. То есть, туда еще уходят колонки. Но их нельзя вот сдвинуть, если ты не перешел вот сюда вот вниз. Вот это, конечно, не очень удобно. Так, что тут есть? Тут есть продажи за 7 дней. Есть сколько денег за 7 дней. Сколько всего продано? Сколько всего денег? И что там еще есть? И сколько блогеров, то есть, продвигают этот товар? Давайте мы сейчас выберем, ну, что нам интересно. Ну, ну, давайте по юнитам, наверное, или по деньгам, сколько всего, да, денег. Вот, пусть нам расставят. Расставят вот так, кто у нас самый тут богатый. Самый богатый чувак у нас на 58 тысяч напродавал. То есть, всего он продал 14 тысяч единиц. Вот, но за последние 7 дней он ничего не продал. Я залазил, смотрел, видно, у него может быть аутосток, либо еще что-то. Короче, ну, то есть, он нормально так продал. Вот, но сейчас ничего у него не продается. Давайте залезем, посмотрим, вообще проанализируем, что и как. Во-первых, первое, что мне бросилось в глаза, то, что я до этого работал, наверное, с какой-то ошибкой. В плане того, что еще в первой, не помню, в второй, что ли, части, я говорил, что лучше продавать товары, чтобы доставка была включена в стоимость. Потом, когда я нашел эту программку, я заметил, что тут все топовые продавцы, они продают, то есть, не только эти товары, а даже другие товары, у них доставка не включена. То есть, у них доставка идет отдельно. Но сейчас мы про это тоже поговорим. Вот, то есть, его объявления, то есть, его ранг, там, там, деньги и так далее. Ну, то есть, это так, статистика общая. Так, вот тут вот 28 дней, ну, видно, они мне как-то расширили. Короче, я могу посмотреть за 90 дней. То есть, вот за 28 мы смотрим у этого, у этого человека по нулям все. А если мы смотрим за 90 дней, то у него уже, вот, уже есть статистика. То есть, сколько денег он заработал, сколько штук продал за 180, за 180. Вот, мне недоступно 180. Так, смотрим. Вот у него были продажи. То есть, тут вот видно, то есть, сколько штук, в какой день, то есть, за сколько он продавал. То есть, подробная аналитика. Это, знаете, на Амазоне, я помню, часто задают люди вопрос, как найти ключевые слова, по которым продает твой конкурент, как узнать, какая ставка по этим ключевым словам. То есть, и все остальное. И очень часто звучит ответ, что, ну, это нереально сделать. Так вот, здесь это все есть. То есть, товар, то есть, какой процент он берет, то есть, вот, вернее, дает этим блогерам. То есть, все тут указано. То есть, сколько продаж, точное количество продаж, в какой день, сколько он продает. То есть, здесь мы видим, тут вот, ну, как он продает. Ну, вот это я не очень разобрался, оно мне неинтересно было. Но мне интересно вот этого. То, смотрите, видео, вот сколько он продал, вот сколько продал лайв. И есть овер, то есть есть другое. У меня пока нет точного ответа, но я почему-то уверен с вероятностью 99%, что это реклама. То есть вот эта реклама, это видео, это лайвы, потому что другое, в принципе, ну, больше ничего быть не может. То есть можно продавать с видео, можно продавать с лайвов, ну, и может и сам продавать по рекламе. Я так понимаю, что большую часть товара этот чувак продает именно с рекламы. Вот, то есть видео у него занимает очень мало лайвы, как я говорю, они обычно вообще еще меньше. Вот, но все равно вот 222 штуки он продал. Так, еще почему я сделал такой вывод, сейчас объясню ниже, когда мы посмотрим здесь, что у него. Тут, собственно говоря, у него видосы, то есть мы даже можем посмотреть видосы, мы можем посмотреть блогеров, которые эти видосы ему снимали, то есть мы можем посмотреть, сколько продаж этот блогер ему сделал, и мы можем просто тупо взять этого блогера, написать этому блогеру, сказать, дружище, у тебя хорошие были тут продажи, вот у меня такой же товар, давай я тебе заплачу больше денег, рекламирую мой товар. Ну, по-моему, это прям охеренная возможность. Вот, просто можно перекупить блогеров. То есть мы видим, сколько штук, сколько денег он принес, сколько просмотров. Это я не совсем, это вовлеченность, это вот комментарии. Ну, в общем, как-то так, да, и можно посмотреть его видосы. Но самое продаваемое, вот это вот, никто больше всего ему денег принес, давай посмотрим. Ну да, вот это, можем перейти на это видео. И, если что, мы можем, кстати, на основе каких-то супер продающих видео, то есть заказать, сделать ТЗ для своих блогеров, сказать, вот просто сбросим его видео, сказать, вот я хочу вот такое же, сними мне вот такое видео, потому что это видео принесло другому чуваку кучу денег. Так, вот мы смотрим этот видос. Что же тут такого интересного? Вот, 10 секунд, ну, прям, ну, не скажу, что непонятного, но простого элементарного видео. Сделала, сколько продаж? Сделала 164 продажи, сделала на этом. Да, можем посмотреть в комментарии, то есть, что там пишут, какие там уж хорошие вещи, какие-то плохие. 14 часов. Они не стоят 3 доллара. Но они не стоят 3 доллара, да, они стоят дороже. 3 доллара, это они так стоят, там плюс еще доставка. Так, ну, в общем, да, мы можем посмотреть, мы можем посмотреть этого блогера, который снял это видео, посмотреть, какие у него есть видосы, то есть, получить полную информацию по этому блогеру, сколько у него продаж, с какой вероятностью он снимет видео. Вот, то есть, его тоже все данные, этого блогера. Здесь вот сколько денег, как, что, что к чему. Всего просмотров 24 миллиона. Так, это фолловеры, это вот продажи, юниты. Сколько он в день продает. В принципе, я могу сказать, что для, как сказать, для такого нормального блогера, 90 дней поставим, вот, ну, продажи не очень-то, в принципе, 22 продажи, 10, 15. Тут вообще по нулям. Вот, но с этим товаром у него вот выстрелило. Да, и можно посмотреть еще видео, которое снимал этот блогер. То есть, ну, я не знаю, чего тут нету, но может быть, группы крови, если только этого блогера. А так, полностью все представлено. Сейчас вернемся назад. Да, то есть, вот эти видосы, можно блогеров посмотреть, лайвы, сейчас посмотрим, что тут, кто ему тут делал, какие лайвы. Да, лайвы, сколько юнитов продано опять. То есть, можно связаться с этим чуваком, сказать, давай дружить, давай работать, готов тебе платить больше. Вот это вот интересная такая штуковина. То есть, это в каком сегменте, то есть, больше всего продаж, то есть, с кем он работает. То есть, вот блогеры, у которых там 10-50 тысяч подписчиков, вот тут 89 у него продаж, а вот которые пошли уже дальше, у него тут уже меньше продаж. Ну, наверное, тут просто и он больше этим раздавал. Вот, то есть, и у него есть продаж, 5 продаж, правда, всего 9. Вот, а сколько всего он блогеров, сколько всего... Всего, всего, всего. Сейчас мы посмотрим. Он работает 194. 194 человека, короче, ему снимали видео. И эти 194 человека ему принесли 58,5 тысяч. Но это грязными, то есть, это отсюда надо еще вычесть. Это, как сказать, это оборотка. То есть, тут и доставка, и себестоимость, и работа блогера, работа препа. То есть, это все отсюда надо вычитать чистыми. Чистыми мы, конечно, не знаем, сколько точно. Но мы знаем, что он продал 14 тысяч единиц. И если он с каждой единицы, а какая у него цена? У него цена 6,59. Вот, если он продавал со склада, например, ТикТока. Сейчас прикинем, посчитаем. То есть, здесь он продавал со склада ТикТока, то полтора доллара мы отсюда убираем. Это взял ТикТок. Вот, то есть, остается 5. Блогерам он платил там по 10% плюс доставка, ну, плюс, может быть, где-то доллара полтора, три с половиной. Но у него, в принципе, как сказать, не очень большая накрутка. Максимум, максимум доллара два, наверное. Он максимум, то есть, вот с этой суммы получает. Потому что доставка отдельно оплачивается у него. То есть, у него нет фри доставки. То есть, доллара два – это максимум. То есть, ну, в любом случае, от 14 до 28 тысяч долларов он на этой штуке 100% заработал. Вот, так, что тут еще мы можем интересного такого посмотреть? Да мы тут можем все посмотреть. То есть, вот, например, если говорить об этом товаре, то есть, я посмотрел, какие продажи. Сейчас я могу себе выписать конкретно. Я вижу, что этот человек уже не продает. То есть, какого-то такого прямого основного конкурента. Ну, кто? У меня конкуренты будут те, кто пока на малых стадиях, скажем так. Ну, вот, что-то похоже на мой товар. Тут вот 4, но я думаю, людям разницы нет. Там 4, не 4. Так, 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 за 7 дней мне надо всего. Так. вот у меня ценник стоит на них вместе с доставкой я по-моему поставил 1799 я понимаю что по этому ценнику да то есть это слишком много надо ставить во первых доставку убирать и отдельно и плюс у меня идут идет в комплекте две штуки они все продают по одной поэтому них цена меньше то есть я понимаю то есть благодаря этой программке то есть до этого я этого не понимал что мне надо мой сет дербанить на две части то есть продавать поштучно вот что убирать цену доставки и стоимости вот и тогда собственно говоря да чтобы у меня чистой маржи было максимум 2 доллара тогда я смогу конкурировать скажем так с этими ребятами и у меня есть есть собственно говоря те блогеры которые 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 продают этот товар и вот теперь имея допустим то есть я могу вручную я беру вот этих вот блогеров просто смотрю сколько продаж то есть копирую то есть элементарно в блокнот себе потом с помощью с помощью тик тока где там поиска блогеров то есть вот например я беру берется ну давайте нажмем я беру я беру я беру вот эту вот дамочку мы берем мы идем на тик ток поиск создателей здесь здесь я вбиваю создателем вот она мне выпадает вот то есть я могу во первых здесь посмотреть как у нее что то есть не через программку а напрямую тик ток покажет но я думаю цифры должны наверно сходить а потом она там я мог смотреть за 28 не даже 90 тут вот она ведь она стоит тут скрывает в программе на не скрывает 63 процента вероятно что она снимет вот кстати вот этому блогеру вот реально если бы я как сказать не увидел бы в этой программе что она делает хорошие продажи формочек для льда я бы никак в жизни не отдал товар потому что во первых все скрывает 63 здесь тоже что-то вата полной здесь тоже все закрыто вот единственно только просмотр просмотр 28000 то 2 3 там ну херня полная здесь вот 51 я бы ей не дал товар вот прям сто процентов но благодаря этой программе я знаю что она делает хорошие продажи именно по моему товару поэтому я могу сделать и инвайт но от резинки выбрать но еще не буду отправлять потому что как сказать я хочу подготовить то есть письмо то есть я сделаю там по-другому ну в частности в описании да то есть тут блогер на 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 и вот где где здесь это я мануал выберу тут есть да где-то письмо для обращения это у нас а ну вот да то есть я здесь поставлю то есть процент какой нужен и вот здесь вот напишу ей письмо что типа вот у меня товар там схожий давайте работать готов заплатить больше но в общем буду как-то экспериментировать пробовать у меня теперь есть по крайней мере конкретная задача я точно знаю что мне вот эту вот бобенку надо зацепить своими резинками потому что она делает хорошие продажи и плюс посмотрите еще других блогеров которые сделали на те резинки хорошие продажи и также то есть их зацепить что-то им предложить возможно возможно я ну допустим я знаю что она сделала 169 продаж вот то есть это но если чистыми 2 доллара с продажи это 300 чем-то то есть там долларов вот может быть и там предложить там не знаю там фига узнать 50 100 долларов вне процентов просто сверху чтобы она сняла видео ну по крайней мере надо пробовать по крайней мере мы знаем точно что она делает продажи на этих резинку вот это что касаемо касаемо товара если он у вас есть то есть вы можете зайти все это посмотреть проанализировать найти конкурентов посмотреть их цену подогревать свою цену какие-то фишки можно посмотреть то есть соответственно товар посмотреть как выглядят их листинги можно тоже у этого никак не выглядит он вообще продаж нет он видно вообще ну не знаю куда-то слился давайте этого посмотрим смотрим смотрим вот то есть мы видим как и какие фотографии нам надо сделать а может даже стереть у него вот то есть мы видим цену вот у него видите цена и у него тоже идет доставка отдельно то есть она и так до хренище продает то есть вот этот вот чел вот имеет мне кажется нормальный день то есть у него отдельно идет доставка вот мы видим сколько отзывов какие отзывы можем посмотреть ну и как он делает description то есть описание все вот это вот дело тоже мы можем посмотреть подогнать свой листинг собственно говоря под листинг нашего конкурента так то тут еще есть интересненький ну то этого давайте посмотрим вот мы видим что он продает по 4 доллара и у него доставка 799 до видим отзывы и видим описание что у него тут есть вот то есть если бы у нас этой программы не было я ну я не знаю как бы мы вручную где-то искали товары ну блин у меня нет других вариантов может быть они есть я не спорю но я их не знаю если кто-то знает напишите а я знаю есть похожие программки но я тестил их у них но они горбушно работают назовем это так вот вот это на данный момент скажем так топчик самый вот так ну ладно своими резинками буду разбираться попозже самый без вас так давайте мы продолжим обзор то есть у нас соответственно есть вот продукты есть вот топовые продавцы то есть здесь мы можем посмотреть да то есть какие продавцы то есть у нас в топе и можно с ними например за коннектиться а а это топ продаж это не продавцы это продукты извините далее это продукты то есть это по большому счету если вы не продаете товар который у вас есть на складе хотите привести что-то новенькое просто нажимаете вот эту вкладку и смотрите топовые товары которые отлично продаются и смотрите их статистику сколько продаж что к чему все тут представлено вон до хренище страниц пожалуйста любуйтесь наслаждайтесь вот здесь вот новые товары вот вот этот кстати сегодня смотрел товар да интерес какой чехол на капот но очень очень хорошие продажи и в принципе немного заморочек за три дня на 10 тысяч баксов на продавали они нормально вода то есть можно смотреть какие-то новые товары как они продаются и собственно говоря ну как запрыгивать в тренд потому что если например топовые продавцы они уже там наверное но как-то такие матерые у них там уже может учитам отзывов там какие-то свои подвязки с блогерами то это вот новенькие товары так вот это это я так понял что это товары которые продаются со склада тик тока тик ток ну наверно да или сам тик ток нет но надо со склада тик ток вот какие товарчики также можно посмотреть то есть это наверное тут который вручную как фбм так самые продвигаемые то есть это наверно с помощью рекламы что ли то есть товары которые лучше всего продаются с помощью рекламы то есть как-то их продвигают или не с помощью рекламы сейчас мы разберемся ну да типа вот с помощью рекламы самые такие рекламируемые товары то есть также можно зайти посмотреть сколько метр ну давай посмотрим товарчик посмотрим у него сейчас будет понятно с помощью рекламы тогда я говорила версию что там есть видео есть лайвы и овер вот овер у меня подозрение что это реклама нет повар вот у него меньше всего у него с помощью вот видео да он продает так двигаемся дальше это ранги то есть да тут есть всякие ранги то есть можно по рангам смотреть но не знаменит не очень как-то интересно потом а что еще что еще тут может быть такого да но это собственно говоря вот создатели то есть поиск создателей а тут можно по моему даже вот вбить так нет он можно сбить товар который вы хотите продавать и он вам покажет тех блогеров которые его продают нет 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 это в тег токи там по моему была такая функция здесь здесь он так не делать здесь надо конкретно то есть убивать но тут можно например посмотреть блогеров по категории например если продается в категории travel вот вы заходите и смотрите что смотрите что-то он и ничего не хочет показать вот и то есть тут уже смотрите магазин и которые вашей категории на первом месте если например у вас не расплывчатая категория а конкретно вы знаете что вы что-то туристическое так например если 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 где тут и чин есть то время дано вряд ли нет думал тут под категории как ему будет под категории не вывалилась так ну короче понятно тут у нас создатели так что у нас тут еще есть интересно рост рейтинга ну типа это быстро растущие там есть кто спасибо так да кто тут быстро растущие блогеры то есть можно посмотреть какой категории также написать то есть тут и именно идет работа с блогерами создателями то есть вы тут ищите под свой товар либо можете сначала найти блогера потом посмотреть что у него хорошо продается что у него хорошо продается и допустим под этого блогера привести там товар ну хотя мне кажется это глупая идея ну может быть она и работает можете только вообще на данный момент опровергает все какие-то правила продаж которые скажем так существовали раньше на амазоне что надо делать вот так вот так вот так вот так то есть здесь все по-другому здесь какое-нибудь дебильное видео может сделать продаж на миллион а видео которое сделано правильно там выставлен свет приглашены актеры все остальное не набрать вообще ничего так здесь можно посмотреть по магазинам все это дело здесь вот по рекламе на нету по магазинам где реклама вот реклама популярная реклама то есть это наверное какие-то популярные товары которые продаются с помощью рекламы вот тоже так это клипы то есть до музыка еще там что то вот в общем короче очень интересно очень полезная программа потому что ну я вот честно скажу вот если взять на примере моих же резинок то есть для меня во первых открытие что не надо делать цену доставки в в общую стоимость лучше делать отдельно вот что я понял что сет из двух штук продавать не стоит а надо продавать по одной штуке я знаю вообще насколько продаваем это ниша то есть сколько там продаж можно иметь я знаю сколько платят люди блогерам я знаю какие то есть вообще расценки что как что к чему и я знаю блогеров которые собственно говоря продают этот товар то есть без этой программы я бы ничего бы этого не знал поэтому ребят ну очень рекомендую советую решать конечно вам можете как угодно продавать вот ну вроде бы все про нее рассказал потому что да я в основном лазил вот вот в этой вкладке потому что я торгую товарами которые у меня сейчас есть уже и мне надо распродать поэтому я в основном лазил здесь но я думаю вы все посмотрите везде полазите есть будет какие-то дополнения что-то еще снимайте видосы будем делиться дружить общаться я только за да еще раз напоминаю что я не приписываю себе лавры гуру тик тока что знаю то рассказываю если где-то в чем-то ошибся ну извините вот так вот я всего всего сколько второй месяц на тик токи можете поправить меня я что-нибудь тоже каким в комментариях сделать скажу что да тут ошибся на самом деле вот так меня поправили все это абсолютно не стесняюсь какие вопросы пожелания есть пишите ну думаю видео было полезным вот да ссылка в описании напоминаю две недели бесплатного бесплатного юзенья и с до до